вас он немного удивит сто процентов тут и куда не ткните ручка вот это вот серьезные минусы и не менее серьезные плюсы изначально вам сюда не выводят расход думаю для того чтобы вас не пугать всем привет меня зовут сергей вы на канале клин лигар и сегодня мы поговорим про вас патриот 2021 и первым делом хочу сказать спасибо лар мотор за то что пошли на встречу и дали эту машину без условий без сценариев я могу говорить сегодня про нее все что хочу будет интересно поехали итак вас патриот что же ты такое за 1 и 3 1 и 5 миллиона рублей давайте по стандарту начнем с внешности а самое интересное что внешность наша не меняется аж с выпуска этого автомобиля с 2005 года делаются небольшие фейслифтинге и меняется немножко оснащение в остальном это все та же страшненькая коробка которая дает нам много места пространство внутри и массу эмоций давайте сразу сделаем особенно ну такие некоторые акценты по внешности на что ну стоит наверное обратить внимание брутальная запаска висит сзади здорово фонари вот я даже честно сказать не знаю фонари есть фонари есть чего можно еще сказать тут у нас пластика декоративные накладки и порожек которые скажем так я даже не знаю сильно ли он удобен да или нет мы об этом поговорим попозже личинка привет из советского союза годов так из 70-х но наверное это для ностальгирующих оставили пластик до большие лопухи очень удобно современный стиль полосочка вот это это конечно ушлепство я считаю на такого классе автомобиля теперь у нас черная решетка с черным знаком вас крюк само собой бампер парктроники перед зад здесь у нас нету передних но максимальной комплектации они имеются рейлинги все мы прошлись по внешнему виду это все та же железная коробка класса буханка только с небольшими современными моментами по внешке больше ничего не сказать но эту машину покупают не за красоту ну раз уж по кузову пробежались остановили здесь давайте перейдем к багажнику открываем этот ларец пространство дай боже вот именно за такой форм-фактор и такое количество места я когда-то полюбил peugeot партнер которым раньше владел кстати подробный обзор а peugeot партнер можете посмотреть по всплывающей подсказке либо будет в описании к ролику здесь можно погрузить 650 литров полезного пространства погрузить можно все что угодно но если вам мало вы откидываете задний ряд и получаете 2400 литров удобная погрузочная то есть как сказать проем погрузочный очень удобный без сужений не так не так вы взяли и загнали туда холодильник плиту микроволновку там стиральную машину все что угодно просто закинули и повезли не хватает да не хватает вот этих привычных нам уже каких-то ниш ящичков бардачков но можно было обыграть вот здесь какие-то сделать ништяки для мелочевки но не сделали есть крючки для сетки окей спасибо многие этим пользуются и спасибо что хотя бы это здесь учли подсветка есть шторки в нашей конкретной комплектации здесь либо сняли либо отсутствует у крепления есть соответственно может быть еще и шторка больше рассказывать о багажнике ничего он просто большой полезный не знаю сундук погнали дальше когда садишься в салон сначала такой легкий диссонанс ну то есть внешность ты понимаешь что 2005 года на дома технологии семидесятых а в салоне все такое современная куча кнопок экраны автомат а потом приглядываешься к мелочам не все в порядке это у вас первое что сразу заметил когда сел вот сразу вот ты высадитесь и понимаете педальный узел немножко смещен относительно водителя чуть влево то есть там где в любой европейской на марке меня нога была бы на тормозе здесь она попадает на газ к этому привыкаешь быстро то есть быстро но в первое мгновение как-то немножко думаешь блин как так ногу приходится чуть в бок туда ну подгибать но это придирки друзья мои до придирки если придираться то опять же по качеству сборка по салону и вот я бы куда пальцем не ткнул будет косяк сборки либо сборки либо качество материалов либо состыковки вот деталей вот куда бы не ткнул вообще вот я потолок неровно эта штука болтается здесь обрезана неровно ну то есть все все вот тут вот тут посмотрите даже эта кнопочка лично на нее кожа заходит на эту кнопочку видишь вот так не должно быть и вот вот куда не ткните ручка вот это вот болтается рычажок открытия двери стоит криво то есть он не утоплен как положено везде этого достаточно но еще раз давайте так это автомобиль с повышенной проходимости это автомобиль который дарит вам определенные эмоции он для узконаправленной аудитории и скорее всего я так скажу это классная игрушка для людей с руками из того места свободное время как хобби вы будете его разбирать скорее всего и собирать доводить дома самостоятельно где-то докручивать вот это например приделывать да чтоб это ходуном не ходила где-то доклеивать но я имею ввиду что вот это там доклеивать где-то разбирать и собирать как это положено то есть это на самом деле для нормального русского мужика прикольная игрушка которая подарит массу эмоций как аттракцион будет вывозить вас какие-то недалекие путешествия по тропам горам скалам рекам нашей наших лесов так отвлекся давайте быстро пробежимся по оснащению все-таки здесь можно похвалить у вас потому что действительно все что необходимо они подарили уже владельцам этих автомобилей стеклоподъемники интересно символика на кнопках типа они автоматические а хрен там плавал стеклоподъемники понятно ручные но все четыре есть у нас запирание стекол задних чтобы деть кто-то будет возить здесь детей ну ладно запирание стекол есть соответственно замки центральный замок до электрорегулировка зеркал есть слева у нас против включения ближний свет габариты противотуманки передние и задние хотят максимальная комплектация и корректор подсветки экрана круиз-контроль на руле есть ответа на телефон управление магнитолы у нас присутствует дворники без автоматического режима но с интервалом у нас есть омыватель сзади спереди и сзади дворник у нас есть магнитола китай то есть ну чистый китай с напичканными всякими опциями почитать с флешечки видео музыку подключить телефон послушать навигацию через навител все это есть easy connection то есть телефон подключается вай фай все современные ништяки в магнитоле есть ну как бы многие говорят но ну ну пусть она будет но она же есть и вам же дали этот экран вам же дали возможность подключить телефон и включить сюда навигацию вам дали громкую связь но чего чего хаять ее есть смысл климат-контроль максимально неадекватно работающий климат-контроль не знаю ленивый только об этом не написал в интернете то есть пока вы пользуетесь в ручном режиме выставляете температуру и уровень вентилятора все неплохо вот хотите 25 градусов тепло вот вам тепло вот смотри тепло поднеси руку дует теплым но чтобы я не обманывал жарит жарит теперь смотри 25 градусов на улице минус 18 авторежим чё дует бриз холодный 22 градуса на климате в авторежиме в минус 18 на улице и он дует холодным подогрев заднего стекла есть есть подогрев лобового стекла есть работает работает есть отключение спи оффроуд это помощь при спуске полный привод подогрева сидений подогрев руля включение парктроника все под стать современным требованием даже избирательных каких-то таких найти вот владельцев подсветочки глонасс все на своих местах зеркала нету то есть давайте так подытожим я вам перечислил те опции без которых сейчас машину не хочется то есть все необходимое весь минимальный базовый набор удобств тут есть и хай что машина она там для лесников для вот каких-то таких утеритарных там на целей да нет да на ней нормально можно ездить и вопреки тому что покажи сидение ты видишь что это со самое простое уазовское сидение самое без излиша здесь даже не максимальная комплектация здесь нет кожных ставок но ты садишься в него и ты не чувствуешь себя неудобно дискомфортно тебе ничего нельзя не врезается там в ляжке тебе не мешает ничего бокам ты сидишь комфортно на таком сиденье можно проехать 200 300 500 даже тысячу думаю километров если у вас есть столько денег на бензин на одну поездку конечно давайте быстренько бросим взгляд на двигатель сам он сам открылся ладно двигатель змз pro увеличили мощность до 150 лошадиных сил крутящий момент теперь 235 а полка момента находится на 2600 оборотах для этого то есть именно благодаря этому он имеет такой подрыв и динамику чего очень не хватало ранее сам двигатель старый старый доработанный надежный вот к движку вопросов нету а вот ко всему навесному есть потому что читая форумы читая дромы отзывы натыкаешься здесь бачок лопнет там шланчик перетрется здесь клеммочка отвалится здесь там какая-то то есть по навесному вам придется немножко ну как бы залезать сюда и что-то шаманить но сам движок респект удался когда мы хотим ускориться нажимаем газ и мы полетели в общем машина ведет себя намного резвее подрывистее чем создается впечатление вот на первый взгляд для тех кто не ездил на этих автомобилях или ездил на старых моторах ну вас он немного удивит сто процентов тут и ну есть чем есть чем удивить кстати смотри в рулежке да вот мы в повороты входим и какого-то ощутимого такого прям крена что вот именно как изначально казалось что это будет уволень вот такого нету хорошо он хорошо заходит в повороты но понятно он большой массивный немножко его пошатывает но без криминала и хочу заметить все таки ровность работы мотора то есть какого-то какой-то сильный вот вибрации как было раньше на старых версиях да здесь нету ты садишь все он тихонечко работает и тебя это не напрягает самое приятное что тебя это не напрягает хотя ждешь от такой машины наоборот ты ждешь поведение какого-то трактора а здесь этого нет что не отнять у этого автомобиля вы сидите как царь вот ну просто я имею ввиду эргономика вот посадки высота на которой вы сидите вот покажи сейчас автобус мы будем приезжать автобус давай вот рядышком проедем я сижу с пассажирами на одной высоте нормально я сижу как будто я зашел в автобус и сел на эти вот на высокие сидения то есть в обзорность нереальная вот я же смотрю на газель ну как на газели может ну да наверно как на газели сидим может даже чуть повыше абстрагируясь от всего того как он собран как он сделан какой расход вот абстрагируясь от всех каких-то вещей которые можно отнести к недостаткам кайфово приятно что все современные системы помощи для водителя они есть то есть bs понятно но тут также есть и спи помощь при спуске здорово но однозначно здорово таким автомобильным в нашей стране очень не хватает нас даже до сих пор вот весты свой кросс гранта да там то не везде есть и спи а здесь есть здесь даже вот видите как вы как вы видите даже не в самой богатой комплектации но и спи уже присутствует друзья если вы думаете о покупке уаза патриот то на самом деле запросто можете обратиться в polar motors санкт-петербург который является официальным дилером еще раз спасибо вам за то что предоставили этот автомобиль и дали возможность сказать все как есть но если вам нужна помощь подборе нового автомобиля если вы хотите получить получить самые низкие цены и лучшие предложения обращайтесь за подбором нового авто в клинликар в санкт-петербурге и москве мы сами проедем все автосалоны мы сами поторгуемся до последней капли крови с дилером чтобы получить для вас самую низкую цену и кучу допов в подарок у этой машины своей своей категории покупателей своей категории потребителей вот тем людям кто покупает эти автомобили вот я уверен им искренне по барабану что ты слышишь трансмиссию им искренне по барабану что ты слышишь иногда гул мотора что здесь что здесь вот типа не шумка недостойно вот да пофигу эта машина хороша другим то есть если бы у меня была возможность и хотя бы чуть-чуть мифическая необходимость чтобы я оправдал такую покупку вот например третьим автомобилем я бы купился патриот вообще вообще без вопросов то есть жене там побольше автомобиль возить детей но что-то что-то побезопаснее и поэкономичнее чем патриот мне какой-нибудь простой седан или хэтчбек потому что много ездить по работе надо и у нас есть вот дача например куда весной и осень тяжело проезжать там нет дороги там через поле едем протоптанная такая тропа она размывается да ну и зимой бы мы туда стали бы ездить вот под такие цели блин патриота бы себе взял ну реально но несмотря на все все-таки надо понимать что патриот это немножко игрушка для взрослых мужиков вторая печка для задних пассажиров как тебе да да вот тебе не хухры ну раз уж про отопитель заговорили о этот же ручка есть не привыкнуть поехали по заднему ряду место полно место полно я еще раз повторюсь если это говорил путешествие с детьми со всей семьей на этом автомобиле вы скорее всего не поедете из-за особенности элементарно подвески сзади у нас рессоры и машина постоянно вот так вот козлить на кочках не в одну я не представляю чтобы было комфортно и вообще возможно проехать там тысячу две две с половиной километров на этом автомобиле нет но для того чтобы вам взять друзей матерых корешей своих и пульнуть на рыбалку охоту да просто по бездорожью на уфрод полазить на подготовленном патриоте да запросто тут сядут сядут три здоровых мужика вот посмотрите я я не маленький вот я сел два таких же как я запросто сюда сядут стеклоподъемники для задних пассажиров есть отдельный отопитель есть смотрите да об два положения между прочим есть подогревы сидений сзади есть в патриоте есть ну реально блин спасибо большое у нас подогревы там не знаю в свежих иномарках б-класса только недавно появились патриоте есть подогревы задних сидений меня это немножко удивляет спасибо ульяновскому автозаводу за то что они поставили автомат это круто ну давайте так мы живем в двадцать году ну хочется уже автомат на любой тележке уже хочется автомат автомат ставится фирма панч 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 по моему так называется собирается во франции в основном ставился на американские автомобили объемом 5 и более литров то есть эта коробка предназначена для переваривания момента до 500 метров патриот автомат да вы гоните это же леса болото бездорожье да он там сгорит умрет и так далее слушайте этот не умрет этот не сгорит ну вот это вообще не про него история эта коробка предназначена чтобы вы на каком-нибудь тах или эскалейде еще прицеп с таха или эскалейдом тащили да и чего уж тут говорить про патриот там не как кору за коробку респект коробка бомбическая то есть работает адекватно переключается на еще и не нашел подтверждение этой информации но нашел информацию что она типа адаптивная подстраивается под манеру вождения ездишь резво она будет немножко подтупливать потом она переключится будет как сказать поддерживать твою вот эту энергетику характер ездишь мягко плавно окей на тоже в со временем станет немножко овощной тебе будет комфортно они будут там крутить сильно и плохо что ушли от дизелей в какого в пятнадцатом помда году то есть сюда бы еще воткнуть какой-нибудь дизелек надежный блин цены бы не было реально цены даже за те деньги за которые сейчас его продают если бы это был дизель я ни разу не сказал бы что он не стоит своих денег хочется сюда дизелек что касается подвески у нас все очень просто брутально и старо то есть сзади у нас рессоры сзади у нас тормозные барабаны кстати рессоры сделали двухполосные то есть соответственно на грузоподъемность автомобиля изменилась но кому надо можно воткнуть сюда другие рессоры для комфортной езды люди сюда меняют заднюю подвеску соответственно на пружинную спереди у нас мост спереди у нас дисковые тормоза не могу сказать что они их не хватает то есть нет они останавливают этот автомобиль но ценой того что диск тормозные диски и колодки это можно сказать расходник то есть колодки вы будете меня часто диски раз 25 но думаю что плюс минус тысяч километров по крайней мере так пишут владельцы этих автомобилей бензобак у нас на 63 литра опять же вот сейчас мы стали ездить уже более спокойно расход немножко я думаю изменился потому что запас хода увеличился то есть в принципе может ли он доходить в городе до 16 15 то есть до 14 заявленных литров наверное может вы знаете друзья мои наверное может на трассе те же девять с половиной я думаю точно так же будет выдавать конечно если вы покупаете такой автомобиль как игрушку для оффроуда вы будете его готовить вы поставите сюда само собой другие колеса вы поставите кунги лебедки багажники наверх и тогда ну ему просто не будет не знаю там равных просто не будет равных а сейчас за полтора миллиона это достойный представитель настоящего рамного внедорожника и кто бы что ни говорил этот автомобиль ценится именно этим если мы говорим про большой мегаполис давайте не знаю там питер москва волгоград краснодар там екатеринбург если мы говорим про городского жителя то такой автомобиль точно будет покупаться как аттракцион как развлекушка то есть или для работы то есть одно из двух либо вы реально из города ездите куда-то вам нужен проходимый внедорожник вы что-то возите грузы не грузы стройки и так далее либо вы занимаетесь охотой рыбалкой либо любите отдых на природе там в каких-то горах и так далее и вы покупаете как игрушку как точно не единственный автомобиль и скорее всего даже не второй а вот если мы говорим отъехать чуть-чуть от города мегаполиса на сто двести триста километров то там этот автомобиль может быть как основной как единственный семье потому что условия наших проселочных дорог вообще инфраструктуры по стране но он обязывает иметь что-то вот такое если бы я жил например какой-нибудь деревне там не знаю поселки городского типа в селе и так далее но я бы искал что такое потому что в городе большие пробеги то есть мне вот обычному городскому жителю ездить в офис там по работе по делам выходит там порядка 30 35 тысяч километров в год при таком расходе в городе мне бы было не кайфово мне не нужен такой автомобиль в городе но если бы я работал жил бы где-нибудь деревне работал бы в области там где-нибудь недалеко и меня был бы там пробег пять десять тысяч в год да плевать на расход он бы давал мне зато уверенность что я всегда доеду куда надо вот на самом деле чего не ожидаешь увидеть в таком автомобиле но учитывая все остальные кнопочки догадываешься что это будет это конечно камера заднего вида тут опять вот знаете ощущение двояки во первых она есть она достойного достаточно качества она с динамическими линиями мы видим да то есть траектория вашей парковки она видно но почему вы ее поставили прямо под запаску но почему вы одну часть автомобиля то есть вообще взяли в одну часть вот то есть взяли и отгородили но неужели правда не было инженерного другого решения место более корректного чтобы обзор не закрывался запаской ну скажем так не могу сказать что это критично потому что вот это закрытая область она нивелируется наличием парктроника то есть все равно если даже вы не видите в препятствии вы его услышите поэтому кричать что это вообще из рук вон плохо нет ну можно было бы чуть-чуть по продуманию но честное слово я не могу передать как удобно здесь сидеть вот ты садишься знаешь вот на этой высоте вот это место ты вишку я большой на сто шесть килограмм сто шесть килограмм то есть я такая здоровая тушка так вот мне здесь сидеть просто так кайфово комфортно вот заодно вот эту одну эту посадку я готов полюбить все недостатки этого автомобиля вот ну просто то что ты сидишь по-царски назад у тебя там сзади кто-то сидит то вот смотри я могу ты видишь как мне вот я могу свободно себя чувствую на этом месте не знаю если бы еще сидушка крутилась я вообще охренел но я повернулся могу с друзьями поговорить могу там рюмочкой чокнуться выйдем смысле не за рулем а в смысле вообще-то то есть свобода действий тут же откинулся обратно облокотился на подлокотник или сел вот так вот блин как здесь много места это подкупает друзья мои особенно большим больших людей музыка в этом автомобиле есть то есть колонки динамики и так далее но посредственно давайте вам честно на посредственно включить я включать не буду сейчас вам что-то показывать и камера не передаст ну и плюс авторские права до ролик могут заблокировать но говно то есть если вы рассчитываете здесь слушать какие-то там если вы супер меломан то готовьтесь тому что вы будете ставить новую проводку наверно новые динамики усилители так далее музыка посредственно включить немножко радио и просто чтобы дороге было не скучно да большего не ждите да у этого автомобиля есть разные косяк разные косяк вот о чем я говорю я надеюсь что все кто смотрит наш канал это адекватные люди этот автомобиль имеет серьезные минусы и не менее серьезные плюсы то есть если вы хотите считать что это мобиль автомобиль кусок а он будет куском если вы хотите считать что этот автомобиль это настоящий надежный равный внедорожник которому нет аналогов так оно и будет если говорить про качество сборки про подгонку элементов про отделку про инженерные решения в создании именно кузова то здесь просто куда ни ткни пальцем везде косяк недоработка халтуры и так далее и это нормально ну то есть это не нормально но в этом автомобиле я не хочу акцентировать на это внимание вы сами уже можете посмотреть про все косяки ведь обзоры этого автомобиля делятся как всегда ну как обычно отзывы в интернете на 3 1 проплаченные обзоры где вам будут хвалить подвеску полный привод раму двигатель надежную коробку и проходимость этого автомобиля второе не проплаченные обзоры где вам будут всячески акцентировать внимание на зазоры сборку качество материалов советские технологии и не будут говорить про то что этот автомобиль самое главное выполнять свою функцию довезет вас куда угодно и третий тип отзывов и обзоров это где владельцы этих автомобилей признают да косяки есть но я очень доволен этим автомобилем так вот я мне больше близок третий отзыв да есть косяки но этот автомобиль стоит своих денег спасибо всем за просмотр я надеюсь мне удалось донести свою идею и свое отношение к этому действительно интересному автомобилю ну а вы продолжайте смотреть наши обзоры присоединяйтесь к нашей группе вконтакте к нашему дружному комьюнити где мы делимся своим опытом и показываем свою работу спасибо всем пока